Первый доклад я такой концептуальный у вас. Я хотел бы пригласить сюда Новицкого Дмитрия. А он здесь уже. Доклад «Разработка эталонной архитектуры интеллектуальной энергетической системы с активно-адаптивной сетью». Такая у нас аббревиатура ИСАС, она уже используется, пошла в народ, она используется уже годы три у нас. Да, больше даже. Даже больше. Ну, пожалуйста, Мирик. Спасибо. Действительно, название «Разработка эталонной архитектуры ИСАС». Но для тех, кто не знаком еще с этим обозначением, можно сказать, что это наш название «Фесмарлидр» с нашей специфики. Значит, это программа по разработке эталонной архитектуры. Я хотел бы остановиться, пошел на ее цели и на миссии. Наша цель программы – это разработка, собственно, самой архитектуры, которые могут потом пользоваться разработчиками решениями в области «Смарлидр» в России. И обеспечивать масштабируемость в своих решениях. Вот, может быть, интереснее даже миссия этой программы. Она состоит в том, чтобы попытаться… В России не так часто есть программы, процессы, проекты, в которых широкое льва экспертное сообщество имеет шанс поговорить друг с другом, шанс выработать некоторое общее видение. И это та трудность, которую сейчас наша программа, в общем, испытывает на данном этапе. Нету практики пока такого общения, где люди не настаивают на том, чтобы все согласились с их мнением, пытаются выработать общий взгляд на вещи. Значит, собственно, архитектура системы, есть ли ее определение и системы инженерирования. С другой стороны, они здесь на слайде представлены, с другой стороны, «Смаргрид» – это, в общем, не та система, которую можно заранее задумать, прописать ему техническое задание, технические проекты и где-то установить. Это, собственно, система систем и задача архитекторов в такой системе обеспечить совместимость различных систем друг с другом, использование их свойств как отдельных систем и возможность получения некоторых свойств, которые в этих системах, которые составляют систему систем, не используются. И эталон архитектуры – это все-таки не архитектура самой системы, это некоторый шаблон, который можно использовать для разработки уже конкретных решений в области «Смаргрид» для того, чтобы ваши решения могли совмещаться с решениями других производителей по, например, ретарентной модели «Смаргрид» и «При» Международной экономической комиссии. Обычный проект «Смаргрид» в небольшом городе, он включает в себя интеграцию решений более стабильного. Естественно, здесь нельзя заранее сказать всем, как делать свои решения. Это необходимо обеспечить, в первую очередь, совместимость решений различных компаний. Программа включается для не только разработки эталон архитектуры, но еще два больших комплекса работ. То есть это ВТК, программно-технический комплекс, который будет действительно внедряться в объединенную архитектуру Востока, который должен внести на себе те архитектурные решения, которые есть на данный момент, попробовать их и давать экспертным группам возможность посмотреть живую на то, что они проявлены. И второй конкретный продукт этой программы – это полигон. Это среда поддержки жизненного языка разработки решений, которые сейчас разрабатываются, проектируются в научно-техническом центре ФСКИС, также с использованием тех материалов, которые экспертная рабочая группа создают в рамках программы. И задача этого полигона – дать возможность производителям решений получить доступ к архитектурным артефактам, получить доступ к системным модулям, которые были в эту систему заложены. И таким образом облегчить создание решений, обеспечить совместимость этих решений с решениями других производителей, которые разработаны в рамках архитектуры. Несколько слов о самой архитектуре. При ее разработке использовался опыт, который в аналогичных проектах был наработан в Соединенных Штатах и Европе. Это программы, это программы НИСТ, других вендорские программы. И, наверное, основное требование к этой архитектуре – это ее универсальность. То есть она не должна исключать возможности развития различных сценариев. Вот о сценариях я позже поговорю, о энергетике энергетики в России. Это один из основных вопросов, когда собираются группы, собираются эксперты. Основная проблема – что за систему мы построим, в какой энергетике мы будем жить через несколько лет или через десяток лет. Программно-технический комплекс призван в нынешнем представлении о том, как он будет устроен, призван отразить один из основных принципов той архитектуры, которая разрабатывается для мультиагентов. В этом программном комплексе предполагается использовать довольно известную программу по среду разработки и жизни агентов – J. И она должна обеспечить взаимодействие нескольких подстанций без контроля с верхним органом. То есть оборудование подстанций будет общаться друг с другом на базе платформы, которая здесь изображена. И полигон. В него заложено несколько линей, которые должны поддерживать разработку решений на всех стадиях жизненного цикла, как это проверяется в системе инженерии. То, что здесь написано, не прямо соответствует стадии жизненного цикла из стандарта 15288, но так может быть понятнее, какие именно действия будут производиться на каждом из этих этапов. То есть полигон позволяет выполнять работу над решением не обязательно с начала до конца, он позволяет передавать результаты исследования, результаты проектирования, передавать решения для испытания между различными командами разработки, интеглировать различные решения, комплексировать их, использовать в первую очередь на совместимость, на соответствии с требованиями стандартов, таких как МЭПовские стандарты 61-570 по СИМ-модели, как совместимость с индивидуальными устройствами цифровых подстанций по 61-850, и воспроизводить среду операционного окружения, в котором это решение будет в итоге работой. Для того, чтобы ввести на восток уже решение, в котором ты увидишь. Каким образом организована работа в программе? Здесь несколько уровней, которые совмещены с известной системой инженерии и моделью. И верхний уровень постановки задачи на обстримовском пути, на обстримовском валидации результатов проекта. Это архитектурный комитет, в который входят представители, топ-менеджеры компаний, энергетические компания, крупных потребителей, транспортных компаний. То есть это представительские органы, стейк-фолдеры этого инженер-программа. И его основная задача все-таки определить, зачем разрабатывается эта архитектура, что она может запретить на пути, каких изменений может встать, а каким, наоборот, может поспособствовать. Следующий этаж этой программы – это экспертные рабочие группы. И мне очень приятно, что в этом зале очень много людей, которые в этих экспертных рабочих группах работают. О них я чуть позже еще подробно остановлюсь. И их задача, собственно, описать те процессы, которые должны происходить в этой интеллектуальной системе. Выдвинуть функциональные требования в системе. И вот с этими описаниями приходит работать следующий этаж этой программы. Это центр системных исследований разработан и СААС, в СААС, сотрудникам которого я являюсь, который будет, собственно, схематизировать те процессы, которые писали рабочие группы, проектировать архитектуру системы, представлять ее рабочим группам и обсуждать с ними доли этого, что они писали, появлять противоречия в этих описаниях. Часто противоречие просто в описании самих групп, но гораздо чаще при различных взглядах на один и тот же процесс, допустим, с точки зрения предметной области, распределительной сети. И с точки зрения управления видно, что многие объекты называются по-разному, и многие процессы с разных описаний могут входить в противоречии друг другу. Эту презентацию я прислал в оргкомитет конференции еще в августе, и с тех пор произошло несколько событий в этой программе. Последние слои посвящены развитию программы в течение последних трех месяцев. В сентябре первый раз собрался архитектурный перелет, который утвердил положение о программе и положение о самом архитектурном перелетном. Дальше в октябре произошло 26 октября. Прошла панельная дискуссия, в которой принимали участие и члены архитектурного перелетного. И, в принципе, некоторые из них уже, вот Игорь Иванович Кужуковский сегодня уже выступал, майор Валериан в географии будет еще выступать. И эксперты, приглашенные, Югинин, Абрамов, они рассказывали о своих взглядах на различных сценариях энергетики, задавали некоторым образом сценарную рамку развития нашей программы. И по результатам этой панельной дискуссии произошла встреча уже рабочих групп, на которых группы обсуждали свою работу уже вот в этой сценарии. Было выделено несколько сценариев из этой панельной дискуссии, которые, с одной стороны, на первый взгляд, может быть, не противоречат друг другу, но если тратить усилия на реализацию одного из этих сценарий, то понятно, что остальные уже будут ослаблены. И здесь возникает некоторое уже более напряжение, как говорят, не дает смотреть на все как на борьбу хорошего слушания. Экспертная рабочая группа, которые собрались, прослушав мнение экспертов, переваривающих в течение выходных, мы собрались 29-30 октября, 7 групп в этом магистральной распределительной сети, генерации крупных потребителей, малые и средние потребители, малоэнергетично распределенное возобновление. Это учители предметных группы по предметным областям. И три сквозные группы – это информационно-коммуникационная технология, безопасность, управление технологическими энергосистемами и управление рыбочными энергосистемами. И до этого собрания, и в его ходе, задавался вопрос, например, а почему вы так формировали рабочую группу? Генерации крупных потребителей обычно вызывают самые большие протесты, когда люди видят их в одном месте. Значит, говорят, это же конкуренты, это люди, которые берутся за цену. Но видно было на собрании рабочих групп, что на самом деле из крупной генерации был только Василий Максонович, хотя бы отметил, поскольку руководители группы и Русгидро занимаются возобновляемыми источниками, а из крупных потребителей приемов с ней не было. То есть, несмотря на то, что они, может быть, где-то друг другу враги, но то, чем мы занимаемся, это явно не их война. И наиболее активные группы были «Малая энергетика», «КТ», «Малые и средние потребители». Вот, видимо, те наиболее заинтересованные в развитии СМАФИ области, которые и будут строить новую энергетику. Большое спасибо. Еще хотел сказать, что напоследок, что приемы рабочих групп продолжаются, смотря на то, что первые заседания уже прошли. И добро пожаловать на сайте grid2030.ru. Я вот здесь, пожалуйста, написать, вообще не могу, видимо, забыть. Можно найти информацию, можно связаться со мной и добро пожаловать в группу, если вас присутствуют участники в этой программе. Спасибо. За доклад. Спасибо за доклад. Следующий докладчик... Нет, нет, вопрос один небольшой. Ну, совсем маленький вопрос, буквально... Совсем маленький вопрос. Вот эта группа «ИКТ» плюс кибербезопасность, да? Если смотреть зарубежные опыты, там здесь не хватает технологов. Отдельно занимаются вопросами кибербезопасности в сочетании с другими специалистами. Например, рабочие группы 38, Сигра, комитет АБ-5 и по-другим. Американцы выпустили сводную статью всех крылесчиков Америки на эту тему. У нас, получается, я уже несколько раз говорю об этом, статью писал, а здесь пытаются без технологов быть. Опять никто сделает. Нет никаких запретов на то, каким образом формировать группы. Если у вас есть эта добровольческая программа, волонтерство, можно обратиться к организаторам этой программы или ко мне, или к членам архитектурного комитета. и предложить другие составы, сказать, что мы видим вот такой организации, и вы можете собрать рабочую группу, которая действительно насыщена материалом, и она также будет участвовать в этом программе. Спасибо.